Так. Кто один раз в неделю? Так. А кто в своей жизни хотя бы один раз слышал проповедь? Молодцы, спасибо. Я буду краток, постараюсь, по крайней мере. Знаете, как вот один из классиков юмора написал, Астапа понесло. Недавно читал книгу из Священного Писания. Это книга, первая книга царства. Кто из вас читал когда-то первую книгу царства? И вот меня заинтересовала часть с 11 по 15 главу этой книги. Почему? Сейчас у нас идет война. И война началась с одной очень интересной причины. Нас хотели демилитаризировать. Когда началась эта война, я этот термин услышал впервые. Ну, как-то раньше я, ну, не видел его. И думал, что это специально придумали, чтобы на нас напасть. Но изучая этот отрывок Священного Писания с 11 по 15 главу первой книги царств, я увидел, что демилитаризация, так кажется, не новое дело. В древности этим с успехом пользовались. Ну, вот что самое интересное. Конечно, я проповедать буду недолго. И дам это вам как домашнее задание. Первая книга царств с 11 по 15 главу. И там рассказана интересная история. Представьте, выходят враги на Израиль. Ну, вы понимаете, царство, это же израильское царство. Выходят враги на Израиль. И первый царь Израиля, Саул, собирает войско. Он собрал 300 тысяч израильтян и 30 тысяч иудеев. 330 тысяч армии. Они сразились, Бог благословил их, и они победили в этом войне. Как бы, ну, 330 тысяч плюс благословение Божье, но, в общем-то, неудивительно, что они победили. Но это еще не все. Дальше вы узнаете. Потом выходят филистимляне на них. 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и воинов пеших, как песок на берегу морского. Вот столько идут против израильтян. В этот момент Саул исчисляет свое войско. Вот, по вашим самым смелым предположениям, сколько у него было воинов против, против? 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и пеших воинов, как песок на берегу морского. Сколько у него воинов? Вот они исчислили. Сколько у него воинов? Как вы думаете, сколько против этой арманы? 10 тысяч. 10 тысяч, хороший вариант. Еще? 6 тысяч. Было 330. Было 330, да. Сказать? 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 600 человек. У него осталось войско 600 человек. Но что самое интересное, оказывается, все это время филистимляне демилитализировали Израиль. В 13 главе написано, что в Израиле не было кузнецов, потому что филистимляне не разрешали иметь кузнецов в Израиле. И поэтому они не могли сделать себе ни копья, ни меча, ничего не могли сделать. Даже чтобы наточить серб, или косу, или плуг, им приходилось идти к филистимлянам, потому что у них были кузнецы, и за денежку точить свое знарядное. Как это по-русски? Орудие. Представляете, да? И вот их 600 человек, и у них на 600 человек два меча. Один меч у Саула, другой у его сына Иоаннафана. Прочитайте дома эту историю. Удивительная история. Фактически эти 600 человек оставались в стаде. Иоаннафан со своим оруженосцем, то есть два человека с одним мечом на двоих, пошли и поразили филистимлян. Всю эту армию поразили. И они побежали. А не до того нашел на них ужас, что они начали убивать уже сами себя. Я к чему вам это рассказал? Если вы внимательно читаете новости, то какие-то отголоски об этом вы уже, наверное, прочитали. Да? Что-то уже было. Поэтому знайте, если Бог за нас, сказано в Священном Писании, то кто против нас? Еще две песни, которые мы хотим сейчас услышать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!